операция сходка киев харьков марта житель мариуполь николаев я знаю где этот мариуполь где николаев детей в тех харьков про херсон не про херсон не слова всем привет меня зовут макс прайм сегодня мы говорим про этих стран грубо говоря их 4 точнее города я добавлю еще харьков херсон ведь киев есть бомбят украине москву можно большинство это уже другом стране значит смотрите оперативная сводка это значит все одно поэтому лайк подписка с вас и тем самым мы начинаем смотрите значит операционная сводка киев харьков мариуполь николаев мариуполь николаев а между ними должен быть так крым там у нас херсон да кстати я слышу новости херсона то что его разбомбили это очень жалко можно в конце ролика на паузу поставить и одну минуту подождать чтобы сожалению было то что не ушли жители мирные и просто разбомбили там куча куча танков стреляет по мир на жителям да в принципе пишешь что да вот если вашем стране русском не пишет об этом то найдите информации и подтвердите вы можете новостях им сказать там было кстати новостях про это говорят что вам помешали голову об этом в общем-то это серьезное дело нужно с чем-то заняться нужно срочно пилить куча контента чтобы понимали и понимали вот это вот нужно делать то это не делом давайте начнем с киева сейчас там киеве бомбит много людей можно еще начать с фоль львова харькова начнем с киева ведь там рядом белоруссии логично что будут там бомбить вот бомбят даже харькове цель российской федерации то бишь путина это харьков и киев но но тут добавили еще мариуполь николаев и добывающий херсон если захватит захватили уже херсон потом украина калининские граждане на белье и поэтому путину сказали смотри обратно и отбили нужно заплатить теперь киев и харьков если мы захватим то украина сдается но мы смотрим ролики тик токи там если за рассмотрим там другое что показывают про путина много раз и смотрим украинских тик ток там можно найти хэштег потом лайка лайкать и тем самым рекомендации вам тип топе будут выдавать и про украинских что да реально херсон захвату херсон отбивают украинцы борется везде даже если расколется и россия расколется это москве шумиха кстати зайдите в москву или пострите новости про москву и узнаете что там шумиха и в киеве шумиха в общем там там бомбят бомбят еще не бомбят оружие там входит везде но в киеве там а вот москве там сразу же понятное дело что граждане российской федерации не хотят то войны и переходит там говорят нет войны нет войны и другие сказали типосико остановитесь на что-то русские украинские помешали вам голову били что-то не так и получается что вот а сводка то именно билеты и напили не знали что вспоминается вот смотрю мультфильм мультик раньше а таран где-то анги кстати рекомендую прям про войну немножко так там четыре региона вода земля огонь и воздух можно бро как-то земля огонь и воздух вот что их четыре стихи я правильно так назвал в первое второе как-то сбился вот и получается огонь то россия как раз и сжигает то сюда идет тут это всегда хочет полностью украину захватить но подумав что лучше нам не быть это будет долго сейчас санкции вводит рубль падают я рассказал ролики могу еще дополнить что выгодно сейчас продавать потому что не можно еще поразить но ничего конечно же ведь и сейчас не обратно вернулись там с кусками то и сейчас будет бомбить и николай ферсона харьков всяко такое с этим основе чит кстати мы с вами счетом то ли не читали я обещаю что и почитаю это не может сейчас поговорим наверно про то что ядерное оружие да ведь сейчас первый раунд прошел и он прошел мирно нет учиться что третий раунд и второй раунд пройдет очень плохо но самый сильный третий раунд все будки отдышка потом так 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 да путин давай твое решение за не сказал там что два уже мира да и крым-то не суганска ведь нас теперь евросоюз есть немножко напугаем рф и снова крына вернется я снова стану хорошим но тут то не было ведь и открываем книгу и там чтение такое что война будет долгой до возможно вернет она украину но расколется и россия и украины чего россия потом украина то есть возможно не вернут возможно там украина еще расколется она так раскаляется там кто-то там днл ронел потом донецк луганск половина там украинских граждан некоторые уезжают в россию это правильно а некоторые украине но кто-то знает я уже не знаю там тоже будет какая-то ситуация в общем-то политика политика еще раз политиком лайк подписка и напишите вы любите политику или нет если дату я снимаю про политику туда ведь я вижу ролики они набирают про политику хорошие просмотры лайки даже не замечаю после такого думаю все нужно сразу заливать и снимать ролик и говорить про рэв только мне нужно еще немножко подготовиться дамышка высказался вроде бы про неправильно и отпиши комментарии да и там помню отписались тем ответил а записывали про них как-то скучновато слушайте в общем то пишите я отвечу а снимать буду только про то что сейчас интернете гулять достаточно много вот это будет правильно раньше да он наоборот один по-другому поэтому вы должны себе в жизни дать то же самое об этом думать и наоборот думать вы понимаете но там кстати его по натуке забыл в николаеве маверюпы и харьков киев херстон наверно там война просто в общем-то 4 регион которые с назвал они сейчас забирают машины у граждан украина это все связано из-за того что военное положение указали указ там мэры согласились с этим для чего этого вводится для того чтобы сражались с россиянами чтобы они уже ушли эти страны и вы видите россиян на что вы теперь делать будете с этим вы не заберете полностью крайне в них с кусками заберете не с помощью кренами заверять этого с узками заберете а то машины там еще раз указ про и рост и же мужчин и женщин им буду воевать то есть и тут нет выбора тут или с кусками забрать украину и киевскую русь даже договориться с ним кстати сейчас рассказали что они будут там в новостях там говорить мешали голоса говорят что киев сдался всяко такое и вам тоже кстати россиян могут говорить то есть все украина проиграла все такое не верьте этим пойду подписывайтесь на мой тип канал ставьте лайки тем самым будет самым говорить что нету и нету кстати может переводчик сделать на английском ведь мы с вами уже начинаем говорить грамотно на русском думаю достаточно хорошо будет раньше я хотел чтобы он был низком теперь как-то так вот так что на комментариях как машина забрать то военное положение а как народ по конституции свободы в военное время но военное время твоя на время а то уже понимаем мир на время там мир на время от налогов и каменальных так нет вот закона то есть налоги и коммунальные но это налоги там задуматься гараж за бензинами что там еще вот в общем-то за квартиру а коммунальные это вода газ электричество все и т.д. это значит что мы будем платить за них и такой вопрос а кого есть деньги тут писали я помню телеграме 30 тысяч гривен если ты пойдешь в военкоманд мышь там воевать получать деньги только себе ты будешь не получишь то есть хороший такой повод пойти воевать а семья стоит 30000 то есть есть шанс а если у вас там нет никого то есть еще один шанс если у вас хотя бы остались на кранике деньги сейчас кстати закончилась эта штука я хотел кстати зайти на инвестиции моно инвестиции сейчас в украине нам есть в принципе я кстати хотел еще срыв инвестиции никого банки но получается что не получу и так 11.40 я помню вложил 11 долларов сейчас на 40 копеек поднялась так смотрим она выше поднялась то есть него переждать нужно вот блин а не хочу моно банка моно инвестиции зайти продать акцию вижу что она будет падать или расти я вот это только не пойму то она падает он растет так грубо говоря не будет падать так если его продам что я куплю потом мне будет 40 копеек долларов в кармане это конечно потому что я тут мало вложу деньги где вам покажу но пока что покажу что тут есть каплю покажу на паузе можете рассмотреть это все дело там будет видно думаю что ж такое ничего не видно я понял чем не я понял вот вот смотрите сколько этого ничего жил вот плюс 40 долларов то есть показывает суммарно сколько я заработал 40 копеек поэтому можете уже инвестировать моно инвестиции как это сделать я вроде бы рассказал если забыли то я напомню я писал ролик вроде бы да помню списал можете посмотреть так если продам будет выгодно наконец-то просто это сейчас там путешествие но сейчас и война поэтому нет дело для этого дума продать 16-30 будет 2-го обезьян лютого новопродажа акций в россии есть тиньком банки можете там я хотел бы тоже там тиньком банки так что у нас такой ух ты ёлки-палки встретим эту статистику в трэш это значит какая-то у нас программа что я точнее акция бренд препараты портфель бьёнотологи фризны без премиконис проживчи товары товары сейчас у нас упало растет то есть если я его продам этот куплю там заработаю пару копеек то есть сейчас им выгодно 26 копеек то есть выгодно будет так давайте все же я продам это все в реальном времени потом куплю там еще за деньги а себе кстати моно банки можно копейки оставить там просто процент маленький копейки дает мне потом покажу сейчас про инвестиции расскажу то если там вы бедны то интернет вам поможет вам просто нужно минимум сок там минимум 10 долларов ой уже здесь уже 11 долларов раньше 9 тут уже по десятке продаем короче наверно потому что как я понял но потом пойдет потом еще вырастет а это по копейке пособираю не перерождать можно блин а что правильно и как правильно просто это акция не пугает она упадут растет я могу врать